Сегодня люди часто сталкиваются с преизбытком информации. Как научиться правильно ее фильтровать? Интересный вопрос. Да, ну я бы на этот вопрос ответил таким образом. Перед тем, как что-то вообще фильтровать, нужно подобрать фильтр. Нужно подобрать фильтр. И для информации есть очень хороший фильтр – это Священное Писание. Для того, чтобы не запутаться в этих всех объемах, нужно приложить, в свою очередь, достаточно усилий, чтобы понять Священное Писание, овладеть содержанием Священного Писания, пророчеств многочисленных, учений, провозглашенных здесь пророками, Иисусом Христом, апостолами. И постигая эту книгу, постигая ее смыслы, постепенно человек способным становится всю поступающую к нему информацию сортировать, пропуская через этот безошибочный фильтр. А ведь такой объем информации, который сегодня сталкивается, который поступает к человеку, он, мне кажется, может настолько человека сбить с ног. И единственный выход из этого положения – это хорошо знать Священное Писание и сравнивать. Есть хороший текст. Апостол Павел посоветовал своему ученику Тимофею. Он говорит, вникай в себя и в Писание. В учение. В учение. Занимайся симпостоянно. Ибо поступая так, из себя спасешь и слушающего тебя. То есть ты можешь таким образом помочь освободиться от ненужной, гнетущей, очень такой негативной информации. Противоречивой. Противоречивой. Можешь помочь не просто себе, ты даже другому человеку можешь помочь не попасть под ее влияние. И остаться спокойным, рассудительным человеком. Вот я бы на этот вопрос ответил так. Люди, которые не знают Писания, они, получая эту информацию, начинают очень сильно нервничать. Нервничать от того, что не видят дальше своего носа ничего. А вот Библия, как раз она позволяет человеку заглянуть туда, вперед. И дать возможность человеку увидеть некоторые вещи, которые успокоят его. Так что изучайте Библию. Это верный путь. Спасибо. Библия. 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 Библия.